Перспективы капитального ремонта многоквартирных домов в Чебоксарах нарисовали журналистам столичной администрации. Со следующего года начнет действовать республиканская программа, в которую войдут все дома, за исключением аварийных, подлежащих сносу и блокированных. По программе капитального ремонта можно произвести ремонт или замену лифтового оборудования, фундамента, кровли, внутридомовых систем и приборов учета, а также утепление и ремонт фасада здания. После принятия программы обязательства возникают у собственников помещений, после официального опубликования программы, получается, возникает обязательства у собственников помещений в течение двух месяцев по внесению платы, то есть взносов на капитальный ремонт жилищного фонда. Эти взносы вносятся, значит, или региональному оператору, или отдельно на отдельный счет, соответственно, с принятым решением собственников помещений. На счет оригинального оператора вносят однозначно многоквартирные дома, которые выбрали в качестве управления через управляющую компанию. Управление управляющей компанией вносят однозначно собственников помещений, которые в многоквартирных домах, где принято решение управления через создание ТСЖ, они могут создать свой фонд капитального ремонта по своему решению. Для этого должно быть отдельно протокольное решение. Платить взнос в фонд капитального ремонта придется и жителям новостроек, ведь через 10-15 лет их тоже неизбежно ждет капитальный ремонт. По предварительной информации, в Чувашии размер минимального взноса в фонд капитального ремонта составит 5 рублей 20 копеек за один квадратный метр. Но по решению собрания собственников, размер платы может быть установлен в большем размере. Ежемесячный взнос на капитальный ремонт обязаны будут уплачивать все собственники помещений многоквартирного дома, попавшего в долгосрочную программу капремонта. В случае непринятия решения о способе накопления средств на капремонт, это сделает администрация города.